И снова здравствуйте! Это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наш предновогодний марафон. А я хочу сказать, что наш друг и партнер, медицинский центр «Призма» и к нам в студию добрался Валентин Землянский. Мы очень рады этому. Валентин, здравствуйте, рада вас видеть. Валентин, вот знаете, в этом году мы уже не подводим итоги, потому что более-менее они понятны и не всегда веселые. И мы вдруг подумали, а вдруг прогнозы на следующий год будут повеселее. А может быть, нет, не знаю. И вот поэтому главный вопрос, наверное, как вы думаете, как будем жить в следующем году, исходя из всех тех событий, которые случились в этом году и, может быть, тех, которые не случились? Кому грядеши? Это хороший вопрос, наверное, ключевой. Но я думаю, надо смотреть, отходить от глобальных трендов, то есть отталкиваться от глобальных трендов, потом смотреть, где же мы. Да, в этом океане, так сказать, стратегических игр. Куда нас, потому что мы же, ну, мы же никак, мы же нигде, мы вот, вот, куда нас ветром несет, туда мы и летим, к сожалению. Вот, и даже не пытаемся сопротивляться. Поэтому я думаю, как раз мы будем подвержены вот этим глобальным трендам, которые будут происходить в мире и экономическим, и политическим, и, там, карантинным, пандемическим, не побоюсь этого слова. Вот, поэтому я думаю, история будет вот, вот, где-то, где-то таким образом. Станет ли лучше? Не уверен. Потому что, понимаете, в чем проблема? Для того, чтобы спрогнозировать, дать анализ, нужно от чего-то отталкиваться. Ну, то есть действия людей, которые принимают решения у нас в стране, должны быть хоть как-то прогнозируемыми. Вот их прогнозировать невозможно. С чем просыпается утром президент, его офис, с чем просыпается кабинет министров, для меня большая загадка. Потому что, а вот, а вот, ну, не знаю, давайте выпустим ОВГЗ, у нас дырка в бюджете. А вот давайте Витренко первым вице-премьером назначим. А вот еще что-нибудь. Ну, то есть, пока я вижу, наверное, единственную тенденцию, которую можно спрогнозировать, это не выполнение обещаний, которые были даны. Вот это нас ждет, однозначно. То есть, то, что обещали украинцам в 2019 году, по крайней мере, 2020 год, тут очень четко показал, причем даже без объективных предпосылок, что выполнить их не получится, что все это было красиво, но нереализуемо. Вот это, наверное, поэтому, ну, как бы, ожидать, дай бог, чтобы не хуже. Вот, я бы так вывел бы эту мысль, потому что, еще раз повторюсь, ну, как бы, там, мы попробуем, я так понимаю, там, по секторам посмотреть. Ну, вот, но если глобально в целом, пока никаких предпосылок для улучшения ситуации, к сожалению, нет. Ну, Валентин, теперь о глобальных трендах, вы же сами обозначили. Так что, вы будете рассказывать, я записываю за вами. Ну, давайте, глобальный тренд, который был заявлен в Соединенных Штатах, это аналитики, которые, вот я бы от этого отталкивался, которые прописали товарищу Байдену, его, там, возможные первые 100 шагов или 100 дней его президентства, которые необходимо сделать. Там много, много, много всего разного, но я так понимаю, если мы возьмем глобальный мировой тренд, это то, что происходит и у нас сейчас, это тотальная фискализация, то есть, это борьба со... То есть, это глобальный? Это глобальный. Это интересно. Борьба с офшорами, это борьба со странами с низкой базой налогообложения, вот, то есть, вот это, как бы, это один из ключевых, то есть, такая жесткая монетарная политика на мировом уровне, если можно таким образом сказать. Второй момент, это, наверное, пойдет дальше вот эта история с размыванием границ религий, национальностей и так далее, и тому подобное. Это интересно, что вы имеете в виду под этим? Ну, то, что мы наблюдаем с 11-го года, тут ничего нового, как бы, не происходит. Просто, понимаете, это же, поскольку эта вещь глобальная, она же не, там, за один день, вот, как у нас все время ждут, да, сейчас за один день раз, и все победит. Нет, она же меняется постепенно, ну, давайте, то есть, мусульманский мир, который хлынул в Западную Европу. Это же изменило, собственно говоря, картинку, да, это изменило, вообще, портрет, там, француза или немца, ну, существенно, который, ну, коренного, не коренного, но, как бы, вот, который маркирует себя, определяет себя, как немец. Это изменилось. Религиозные вещи, да, то есть, мы видим, и в Украине, кстати, это тоже отрабатывается, эта технология, с Томасом, с ПЦУ, то есть, те традиционные религии, которые присутствовали на этой территории, то есть, они ставятся под, по крайней мере, они ставятся под сомнение, есть попытки поставить их под сомнение. А мы же понимаем, что принцип работы окна Авертона, то есть, сначала проблему нужно поднять, то есть, а вообще такое, то есть, то, что считалось по определению невозможным, ну, то есть, как бы, харам, да, то есть, догма, вот догмы ставятся под сомнение. Вот догма была при Порошенко поставлена под сомнение, это догмат православной церкви, которая достаточно, там, несколько сот лет, да, была на этой территории, по сути дела, которая приводила к очень серьезным конфликтам на Украине. Ну, давайте вспомним восстание Богдана Хмельницкого. Ну, это же, это в сути своей религиозный конфликт. Помимо там, мы понимаем, у каждой, у каждой из сторон были свои интересы, но, тем не менее, подоплекой, предпосылкой этого конфликта стала религия. Поэтому вот размывание. Мы ведь там пришли мусульмане, мусульмане, католики, это уже не важно. Это должно стать неважным, то есть, мы не идентифицируем по религиозному признаку. И, соответственно, как бы и вопросы границ в условиях глобальной экономики. То есть, ну, вот сейчас становится вопрос, если транснациональная корпорация, она вот в системе налогообложения, как национальной, мировой, где она присутствует, куда она платит налоги. Я думаю, что это будет переноситься, как бы, в том числе и на более низовые уровни, уже непосредственно на страны. Ну, то есть, вот этот космополитизм, что сегодня я там обедаю в Киеве, да, ужинаю уже где-нибудь там в Гданске, а потом вообще улетел за кем. Ну, то есть, вот такие... Это будет поддерживаться, скажем так. Несмотря на вот этот тренд на пандемию и на то, что вот последний год мы заметили, то есть, вы думаете, это все-таки вот как-то не очень повлияет на глобальный такой тренд? Мы говорим о трудовой миграции, а не о туризме. Вот туризм как раз может оказаться под вопросом. Потому что трудовая миграция, вам в любом случае нужно будет собирать все необходимые разрешительные документы, так или иначе. И куда, скорее всего, будет входить вот эта вот карантинная карточка, да, паспорт. Паспорт прививок. Ну, все, вот. Поэтому кто-то получит этот паспорт, получит разрешение на въезд, а кто-то не получит. То есть, если ты едешь просто поглазеть, то в соседнюю область съезди и на коров поглазей. Кстати, это тоже один из трендов. Сельский туризм, который тоже заявлен. То есть, ты можешь кататься в пределах собственной страны. Ну, или там какой-то территории обозначенной, как твоя страна. То есть, глобальное переформатирование общества. Что из этого получится, я не готов вам сказать. Как будет выглядеть мир, условно говоря, через 20 лет. Я так далеко заглянуть не готов. Но то, что это будет влиять, то есть, почему я об этом говорю. Это будет непосредственно влиять на политику внутри Украины. Потому что, ну, вот, последний, очень яркий пример, последнее заявление Зеленского по поводу углеродной энергетики. Где попа, где приход. Где Украина, а где борьба, так сказать, с изменениями климата. Да вы пооборот, вы за 10 лет в два раза снизили выброс. Промышленность просто положила. Тоскуем о том, что, может быть, вернуть снова немножко. Вы же торговали этими киотскими квотами, потому что у вас, как бы, просто нечего выбрасывать. У вас ничего не работает. Нет, вот мы все равно будем в этом тренде. Но мы видим этот тренд, как бы, почему? Опять же, смотрите, это будет отражаться. То есть, у нас сейчас серьезные проблемы с традиционной энергетикой. Да, вот какой рынок не возьми, вот, отакогенные долги. Причем, если это электроэнергия, то зеленые тут сыграли не последнюю роль. В связи с обязательствами, которые взяла Украина, потому что это, наверное, единственная страна, где законодательно закрепили тариф. Ну, то есть, обычно это вопрос регулятора, а у нас это стал вопросом парламента. Причем это же претензии даже не к этой, не к попередникам, а это же еще туда-туда, еще к злочинной владе. Это же тогда еще, там, с девятого года эта история началась, и при Януковиче, по сути дела, эту историю закрепили. Ее просто закрепляли под собственные ФПГ, там, под проведение Клюева, вот, там, под Ахметова, который активно включался в этот процесс. Никто не думал, что этим так, как, так с удовольствием воспользуются, так сказать, транснационалы, да, причем не только с запада, но и с востока, потому что китайские деньги тоже достаточно хорошо сюда зашли в больших объемах, и теперь точно так же, инвесторы, ты подождите, подождите, вы гарантировали. Поэтому, вот, вот, вот так глобальные тренды будут влиять, то есть, на дальнейший вопрос, наше дальнейшее развитие энергетики просто под вопросом. Ну, как всего остального, но энергетики в том числе. Поэтому, вот, ну, если так, вот, широкими мазками, то выглядеть это будет, где так, будут ли ограничения, как раз, вот, на перемещение, вот, скорее всего, что ограничения будут именно с точки зрения туризма. Вот, они будут. Валентин, теперь, если позволите, раз уж вы такую заложили базу, что пойдем от общего к частному, то тогда, вот, предлагаю поговорить об энергетике как факторе большой политики, вот, в следующем году. Что я имею в виду? Вы меня сейчас поправите, может быть, я не права, может быть, это неправильная постановка вопроса, Ну, вот, если посмотреть, если падает производство, наверное, уменьшается количество добычи нефти, наверное, создается определенная ситуация для стран, которые экспортируют, наверное, от этого количества денег, перераспределение сфер влияния, перераспределение и политически, соответственно, сфер влияния. То есть, вот, насколько, как вам кажется, все эти энергетические вещи, потоки будут важны в следующем году. И сюда же я бы, в эту же корзиночку, вот, общей такой свалки, я бы добавила и, наверное, судьбу Северного потока-2, потому что вокруг него интрига теперь становится более интригующей, если позволите, потому что вполне возможно, что новый президент Америки в качестве жеста доброй воли решит помириться и установить еще более теплые отношения с Германией, с Европейским Союзом и, конечно, уберет эти санкции и позволит все-таки достроить этот Северный поток-2, потому что ведь и интересы у Байдена несколько другие, чем у Трампа по отношению к своим производителям, да? Вот я вам все сюда сбросила, эту корзинку, ну, а теперь уже вам разгребать. Ну, большая политика будет оставаться, как бы, нефть в большой политике, давайте так, нефть в большой политике будет оставаться, естественно, в приоритете. Никуда от этого не денется, потому что, тем не менее, как бы красиво не звучали все эти, так сказать, опять же, стратегические инициативы и прочее, прочее, промышленные гиганты и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, они все равно будут требовать, как бы, нефть и как энергетический, и как ресурс, и как сырье, как сырьевое. Так ли, ну, вся химия построена на нефти, ничего нового пока никто не придумал, и я не уверен, что человечество, там, в ближайшем обозримом будущем готово отказаться от пластмасс, полиэтилена, то есть то, что может, там, меняться традиционная формула, они станут более, там, экологически дружественны, вполне может быть, но с точки зрения разложения, возможности разложения последствий и утилизации. Но, как бы сказать, что, знаете, там, вот, мир движется от нефти, нет. Это красивая картинка, и более того, опять же, технологически нету разработок, которые бы опережали, то есть совершенствовали, давали возможность, там, нового какого-то скачка, вот, в отличие от углеродной экономики. Ну, двигатель внутреннего сгорания и электромобиль. И сравнение не в пользу электромобилей, ну, с точки зрения, как бы, расходов, да, на... Все красиво, все замечательно, там, выбросы, все, ну, по сути, более того, вам, для того, чтобы произвести электромобиль, вам нужно кардинальным образом изменить сырьевую картину мира. Вам нужен никель, вам нужен кадми, вам нужны те элементы, которые раньше, ну, для, допустим, для двигателя внутреннего сгорания использовались в гораздо меньшем количестве, нежели для электромобилей, сможет ли обеспечить мировая экономика. Это, кстати, станет движением, скорее всего, в Африку, транснациональных корпораций, поэтому я думаю, что как раз вектор внимания, он сместится с Ближнего Востока, он сместится туда, в Африку, там ресурсы, там продовольствие, там есть население, которое еще не разогнали, а надо разогнать, тут уже все хорошо, тут процесс заплывал, там еще, все никуда не едут, сидят, а ну-ка, ну-ка, надо, ну, начнут бороться с голодом, с расовой очередной дискриминацией, неравенством и так далее, и тому подобное. Поэтому да, вот насаждать ценности толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу, нет, ну, смех смехом, а это же демографический вопрос. Ну, вот, как бы там ни было, это фактор, который существенно будет влиять, в том числе и на демографию. То есть, конечная цель вообще всех этих глобальных трендов и преобразований, это сокращение населения планеты. Ну, много, много нас, много нас на Земле. Уменьшить бы надо. Да, надо бы уменьшить. Ну, вот еще с Украины-то проканало. Ну, давайте. Но мы также плавно рассосредоточились по всем другим странам. Не-не-не, подождите, у нас же есть еще естественная убыль. Ну, да, это правда. Даже статистической, без проведения переписи, просто статистически, даже по данным официальной статистики, у нас страшнейшая убыль. Нам про Гладомор рассказывают, лучше бы рассказали, что произошло за последние 30 лет здесь. А это не посчитали людей на заработках, это не посчитали людей, которые выехали насовсем, да, то есть, как бы с концами. Это без этого, это просто естественная убыльность. Все реформы, которые, они же направлены, ведь те реформы, которые направлены, они антисоциальны, по сути своей. Они могут быть 150 раз либеральными. Вот, как бы, все замечательно. Но они антисоциальны. То есть, они не направлены на рост благосостояния нас с вами. То есть, медицинская реформа, образовательная реформа. То есть, дебилы с плохим здоровьем, как бы, замерзающие в подвалах. Ну, вот, где-то приблизительно три реформы, вот, которые мы, ключевые, которые там последние, ну, а как? Ну, достаточно взять учебники, достаточно сходить к доктору, посмотреть на статистику выезда докторов, попробовать найти хорошего доктора, даже в Киеве. Да, это правда. Ну, мы же об этом. Конечно. Попробовать вызвать скорую, если у вас нет денег. Вот, ну, вот, вот такие элементарные вещи. Вам рассказывают постоянно об экономии, вам показывают уровень тарифа, еще говорят, что вы не доплачиваете. То есть, вот, вот в таком ключе вся, вся история выглядит. Поэтому мы в глобальном тренде, если нас это утешит. Сокращение населения. Вам нужно население, которое необходимо для производства аграрной продукции. Там какой-то минимальный уровень передела продукции, который у вас есть, ну, как, например, с подсолнечным маслом. Нас же за это время так никто и не пустил на рынок, реально, розничный. Нас пустили только на оптовый. Все. Вот, четко показали, где ваше место. То есть, они сами разливают наше масло? Да, конечно. И на этом имеют сверхприборку? Конечно. То есть, до этого же семечка была. Вы же вспомните, какие бы это уже забыли. То есть, это уже прогресса? Десять лет назад баталия была относительно вывоза семечки, когда останавливали и вводили поршень, так как сейчас с лесом кругляком. Ну, то есть, даже просто из леса кругляка сделать доски нам здесь не дают. То есть, от нас требуют как бы ввести чистое сырье, а все, вся остальная добавленная стоимость будет оставаться там. Вот, ну, как бы, вот вам ответ. Каковы действия стран, которые наша власть называет партнерами? По-моему, это не совсем по-партнерски. Ну, то есть, по принципу, друзей не надо иметь, с друзьями надо дружить. Вот если же вы делаете такие громкие заявления, то о поддержке там и так далее, ну, политическими. Давайте вы эти как-то будете подкреплять. Вот, а получается все с точностью до наоборот. Хочу вернуться, если позвольте, к Северному потоку. А, и Северный поток, да. Будет. Будет ваш Северный поток. Не-не, он не мой, это точно. И третий может еще потянут, когда, так сказать, вот эта история с водородом станет более-менее понятна. Поэтому движение в этом направлении будет. Мы наивно полагаем для себя, что Украина участвует в каких-то раскладах для Российской Федерации. Ну, мы серьезно так полагаем. Мы же в ГАЗах занимаемся транзитом. Да, мы пытаемся придать себе веса, который мы стремительно теряем. Вот наша проблема. И мы не понимаем, что мы не находимся в списке приоритетов Российской Федерации. Бог с ними, с Соединенными Штатами и Брюсселем. Мы перестали быть в списке приоритетов Российской Федерации. Программа импортозамещения, это же ведь не только там креветки и сыр. Это авиационная промышленность, это космическая промышленность, это кораблестроение. То есть те отрасли, в которых Украина выступала в качестве субподрядчика для российских заказчиков, нас в этом уже не видят. Вот это для нас страшно. Потому что этот рынок мы практически потеряли. И выйти на него будет достаточно тяжело. Все это подменили вопросом, чей борщ. Аж актуальный вопрос, мы же понимаем. Поэтому Северный поток будет точно так же строиться, потому что это интересы крупных европейских компаний. Это интересы Германии как газового хаба. Мы об этом говорили. Это вложенные деньги не только в сам проект, это деньги вложенные в проекты уже наземной инфраструктуры. Это распределительные газопроводы, которые построены по территории Германии, Австрии, Чехии или строятся. Они внесены в программу развития немецкого оператора до 2028 года. То есть они уже внесены? Они были внесены еще 2 или 3 года назад. То есть они же там на 10 лет, у них же стратегическое развитие, об этом никто останавливает. То есть задержать, да, с учетом текущей экономической, вот мне кажется, спрашивают, вот, у нас же рефлексия каждый день, да, на цены на нефть и там на какое-то событие вокруг Северного потока. То есть там Северный поток все, нефть все, значит Россия все. Ну да, какая-то такая есть. Ну есть, рефлексия, да, то есть постоянная рефлексия. А надо же понимать, что это же, ну надо смотреть на процесс в динамике, что происходит. То есть да, катался, все следили за чешским, куда он, куда он поел, куда пошел, туда пошел, сюда пошел, пришел, ушел, пришел. Всем, всем так интересно. Ну вот начали достраивать потихоньку. Начали укладывать. 160 километров для швейцарских компаний, это было 2 недели работы, объективно. Для российских компаний это будет где-то порядка полугода. Полугода? Полугода, да. А чего такая разница? У тех просто новые технологии? Ну, технологии, там мощные трубоукладчики и там проходка была очень большая. А вот интересно, как можно по этим нюансам понять, да? Да, технологически. Нет, безусловно, ведь никто как бы не предполагал введение санкций для, ну вот, в работе сервисных компаний импортозамещения быть не может. То есть сервисные компании, они работают, они обслуживают как бы все нефтегазодобывающие предприятия, как российские, там, не знаю, условно, американские, норвежские, турецкие, турки, что же собираются, там, шельф разрабатывать. Ну, то есть это было при Союзе, ну, когда был замкнутый цикл, понятно, то есть были компании, ну, то есть отдельное подразделение, которое занималось обслуживанием, как раз там, добычи, разведки и уже непосредственно работой на месторождении. Сейчас привлекаются компании, естественно, технологически, как бы, западные компании. Вы же, почему же и санкции вводились именно на технологии? Это же, вот, это то, что бьет по России действительно серьезно. Для них это проблема, у них это реальная проблема. Все остальное, это понятно, это ни о чем. А вот это проблема, потому что для них по-прежнему, как бы, и нефть, и газ, нефть в первую очередь, газ во вторую, являются ключевыми источниками дохода бюджета. Хотя, ну, как бы, давайте понимать, что и в структуре, их ВВП, в структуре, там, есть изрядная доля производства. То есть их внутренний рынок замкнутый, он достаточный. То есть он сам на себя работает? Да, он достаточный. Вот это проблема Украины, когда задают вопрос, а почему, собственно говоря, в Украине не получается, не работает. Не получается, не работает, потому что у нас рынка нет. И он продолжает схлопываться, и мы это можем увидеть по, как по сфере услуг, ну, например, там, самое такое яркое показательное, сфера шоу-бизнеса. Вы потеряли, как только шоу-бизнес потерял российский рынок, он начал схлопываться, он начал вырождаться. Ну, совсем мало денег им осталось. Ну, не осталось денег, и, соответственно, как бы никто не вкладывается, и, то есть, вот те проекты, которые, во-первых, они стали в России топовыми. То есть, если посмотреть на топовых исполнителей в России, там, первые, по-моему, 8 человек, это выходцы из Украины. Либо украинские проекты, либо выходцы из Украины. То есть, мы занимаем там места, но это скорее вопреки, а не благодаря, потому что их могло быть, ну, если не на порядок, ну, там, в 2-3 раза больше. А здесь, получается, ну, то есть, на гармошке играть умеешь, как бы, ну, молодец, пойдешь в шоу-бизнес. Ну, шоу-бизнес так не строится, это же, ну, вот, как раз от слова бизнес, а не от слова шоу. Вот, Валентин, чтобы уже закончить с вопросом по России, многие же говорят о том, что для России грядут такие очень серьезные проблемы, потому что, вот, количество, там, газа и нефти, которые нужно будет поставлять, уменьшается постоянно, и цена на нее падает, и так далее. Вот, мне интересен ваш взгляд, как очень опытного эксперта по энергетике. Вот, ну, на следующий год, может быть, на ближайшая какая-то тенденция, да, действительно ли для России грядут какие-то такие большие проблемы? Или все-таки, как вот там до 40-го года планировала, там, Германия, Европа, увеличение закупок, так и планируют? Или сейчас несколько... Они двигаются, да, что там, как бы, временные проблемы, да. Я вот слушал господина Глазьева, который выступил с очень такой жесткой критикой в монетарной, финансовой и монетарной политике российского Центробанка и российских финансовых властей. И что же он критиковал? Он критиковал, как раз это, речь шла о допуске финансовых спекулянтов, которые, собственно, начали, вот, с 14-го года он критиковал, как раз вот с тех моментов, когда началась раскачка национальной валюты. Вот он выступал, как бы, с этой критикой. Вот там, скорее, проблемы, нежели в сырьевой части. В сырьевой, да. Хотя, безусловно, есть проблемы. Есть проблемы с силой Сибири. Ну, то есть, с объемами поставок, которые планировались и которые были поставлены в Китай. То есть, я так понимаю, там свои маневры переговорные идут с китайцами. У них есть, мы же понимаем, да, что треугольник Вашингтон-Пекин-Москва никто не отменял. И Вашингтон очень бы хотел, чтобы все-таки на одной... Москва была на одной стороне с ними, нежели с Пекином. И Пекин это понимает. Вот они играются, как бы. А это просто отголоски вот этих вот глобальных тектонических переговоров, которые идут между крупными игроками. Хотя, можно я в тот пас перебью? Вот смотрите, ведь у России, по большому счету, со Штатами нет никакой экономической такой, ну, взаимосвязи. А вот с Китаем есть. Ну, как это? Мир, дружба, жвачка. Тяжелую нефть им кто поставляет для американских заводов, когда Венесуэ вас хлопнулось? Ага, я вот тут интересно. Вот, а это заходит российское. Нет, об этом просто не пишут в газетах. То есть, Россия сейчас поставляет им нефть? Да, ну, по крайней мере, поставляла. Не знаю, вот прям сейчас не готов сказать, что происходит. Ну, по крайней мере, потому что американские заводы, они рассчитаны на более тяжелую нефть, нежели чем та, которая добывается на территории Соединенных Штатов. То есть, нужна смесь. Ее нужно смешивать. Поэтому, да. Ну, смотрите, еще раз, мир глобален. Вы можете иметь политический конфликт, который никоим образом не отменяет ваши, там, торгово-экономические взаимоотношения. Это же у нас только пытаются подать, что, как бы, вот конфликт с Российской Федерацией, это все развод и девичья фамилия. Нет, просто кто-то недавно из западных экономистов говорил мне о том, что между Америкой и Россией, по большому счету, очень небольшие экономические связи. В этом смысле, тут взаимный интерес не настолько велик, как, может быть, Россия и Китай. Нет, ну, смотрите, российская экономика, она же вообще маленькая по сравнению, там, с американской или с китайской. Ну, вот как бы там ни было. Да, глобально-политически Россия имеет вес, но экономически, как бы, ей еще очень далеко, как бы, да, и до Китая, и до Соединенных Штатов. Ну, и в России это тоже прекрасно понимают. Отсюда, собственно говоря, и попытка, вот, всю эту надстройку, как бы, максимально надуть. Ну, логично. Любой бы, собственно, так же. Так же поступал. Так что, какой вектор выберет Россия, я не готов вам сказать. Я уже говорил об одном, что, в принципе, вот в этом глобальном противостоянии, если бы, ну, по-умному подходили наши власти, не с точки зрения, как бы... Наши, это украинские? Да, украинские, конечно. Российские? Нет, ну, просто наши, 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 глобальные. Нет, 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 наши власти, это наши, это как чей борщ и чей Крым, да, наши власти. Вот, если бы они более тонко подходили к этой игре и понимали, ну, и, собственно говоря, это надо было начинать еще, наверное, даже до Януковича. Мы бы сейчас оказались в положении Беларуси, но только с Китаем. То есть, когда все транзакции китайские шли бы через нас. То есть, то, что России нужно было бы, ну, формально перебросить, перебросили. То есть, офшорная позиция, в хорошем смысле, не финансовый офшор, а именно торговый офшор для России и Китая, плюс транзит, плюс, как бы, хорошие партнерские отношения с китайскими инвесторами, ну, для понимания. Кстати, Беларусь это не очень помогло, так, на всякий случай. Не, ну, Беларусь, тем не менее, как бы там ни было, помогло, не помогло, но нам уже до Беларуси далеко. Поэтому, как бы, вот в чем трагедия ситуации. Как будут развиваться дальше события в Беларуси, еще посмотрим. Как они у нас развиваются, мы уже видим. Посмотрим, что будет в Беларуси. Поэтому мы могли бы иметь очень хорошую подушку. Но давайте, вот, просто для сравнения, чтобы понимать, мне когда-то попалась информация по 19-му, по-моему, году. Капитализация украинских, всех украинских банков, 46 миллиардов долларов. Капитализация всей банковской системы. Капитализация четырех крупнейших китайских банков, 4 триллиона. Ну, да. То есть, что такое для Китая, там, 10, 15, 20 миллиардов долларов инвестиций, вложений, в том случае. А мы понимаем, что для нас 20 миллиардов долларов, это бюджет. Вот, вот вам просто примерно, сколько, где мы находимся на этом, на этом общем фоне. Поэтому я вернусь просто и к северному потоку, и вот к вопросу энергетики. С нашей точки зрения мы очень сжались. То есть, вот как шагреневая кожа, мы сжимаемся, наше влияние на эти процессы. И транзит в том числе. Мы же понимаем, что с окончанием северного потока-2, с полным запуском турецкого потока на Балканы, то есть, когда южное направление заработает практически там на, ну, по крайней мере, первые две нитки на полную мощность. Украина будет актуальна как резерв. Это, кстати, тоже на чем мы могли сыграть. Ну, как бы мы вот начали играть, но я так понимаю, что там есть политические перестороги на украинское, то есть, там, опасения со стороны европейцев. Почему же вот «Нафтогаз» все время любят говорить о том, что вот мы хотим, чтобы Россия передавала газ нам на российско-украинскую границу, и мы бы дальше с европейским... Да не Россия не хочет, европейцы не хотят, нам не верят. Вот проблема. Не в «Газпроме» дело. «Газпром» как бы лапы поднял и говорит, «Ребята, забирайте». И вы просто сказали, «Нифига, вы будете отвечать. Мы понимаем, что мы с вас в случае чего получим, так сказать, штрафные санкции, а с Украины нет. Мы не готовы». Вот проблема доверия. То есть, у нас в первую очередь это не внешние рынки, даже не, ну, конечно, да, но даже не рост промпроизводства. Это будет уже следствие. Нам не верят. То есть, восстановление доверия на международной арене. Вот это наипервейшая задача со стороны Украины. А инструментарий, тут уже у нас выбор велик, от транзита до Донбасса. Выбирай, что хочешь. Валентин, хотела бы вернуться к украинской истории, потому что в конце этого года мы снова увидели повышение тарифов коммунальных. Как-то обещали, что не будет. Куря. Даже говорили, что будут меньше, как-то президент в прошлом году обещал. Ну, как-то не срослось. Он весной еще обещал. Вот. Он Диану Панченко, извините, мордой возил по асфальту со словами, я же вот платежка, видите, меньше же. Ну, все. Какие вопросы? Как вы думаете, в следующем году что? Снова опять рост? Потому что просто некуда расти коммунальным тарифам. Объективно, ну, как бы предпосылки для этого есть. То есть, экономические предпосылки. В логике той системы, которая выстроена. Вот, давайте так скажем. Это будет более правильно. То есть, та система, которая выстраивалась с 2014 года, все предпосылки для роста есть. То, что Нафтогаз сейчас валяет дурочку и собирает клиентуру, не поднимая цену до уровня, ну, вот, реальной цены на рынке. Это другая история. Ну, то есть, рынок не сбалансирован и отсутствует руководящая, направляющая в хорошем смысле, то есть, регулирующая функция государства. Вот ключевая проблема. Это проблема? Это проблема. Государство самоустранилось. То есть, смотри. А проблема в том, что оно самоустранилось. Самоустранилось, да, 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 да. Да, да, да. Оно самоустранилось, то есть, оно сказало, типа, меня здесь не стояло. То есть, Нафтогаз, находящийся, по сути, де-факто, как бы, в неподконтрольном состоянии, вот, что хочу, то и ворочу. Хочу, премии выплачиваю, хочу, там, цены поднимаю, хочу, продаю газ украинский, хочу, не продаю, по какой цене хочу. Тоже, вот, хочу, экспортирую. Ну, не знаю, вот, экспорт пошел, не пошел, там, по крайней мере, пока новостей не было по декабрю, чтобы экспорт начался. И государство говорит, а я, а я тут при чем? Это же Раинако. Мы же сервис, мы же государство-сервис, поэтому нас здесь нет. Будут вопросы по услугам, обращайтесь, как бы, а вот все остальное это никто. Вот это ключевая проблема. Ну, естественно, ну, как бы, все монополии сейчас идут на, акцентируют, внимание, на необходимости повышения цены тарифов. Это электроэнергия, ну, то есть газ уже, газ идет, газ на уровне европейских. То есть проблема ведь не в том, что там высокая цена, а проблема в доходах. Нам же все время рассказывают о низких, что у нас самые низкие цены. Да, ну, вы же не сравниваете с доходами. Это с 2014 года, кстати, еще со времен Еценюка началось. Мы начали рассказывать, что у нас самые низкие цены, самые низкие тарифы. Ну, вообще-то мы самая бедная страна в Европе, на всякий случай, просто по статистике, которую даже не мы. Манипуляция была изначально, что не сравнивали с доходами. И то есть даже при том, там, росте доходов, который был, он не догнал рост цены тарифов. Вот в чем проблема. И предпосылок, почему же я говорю там относительно ожиданий. Предпосылок того, что ситуация в экономике стабилизируется, и мы начнем разворачиваться. То есть от слуг народа, по большому счету, там, от Зеленского, от его офиса, требовалось там не спасти мир, да, то есть как бы не построить рай на земле, а требовалось остановить вот эти процессы деградации, остановить. Про рост мы не говорим. Что-то отфиксировать хотя бы, что вот это дно. Дна же вот у нас нету, мы же продолжаем падать. Они этого не сделали. Вот это проблема. И естественно, вот цены и тарифы, которые мы с вами обсуждаем, это следствие. Это следствие изношенности инфраструктуры. Да, это следствие абсолютного беспредела в так называемых рынках. И в электроэнергии, в газовом рынке, в рынке коммунальных услуг. Ну, то есть там государства нету. То есть ни контроля, ни учета, как классик говорил, да, ни каких-то санкций. Зато сейчас прекрасный закон приняли, когда можно врываться к людям. Нет, еще не приняли, они же его активно обсуждают. А когда? В первом члене проголосовали? Там же проблема в чем? Понимаете, я вот тут вдвояко сидел. Я понимаю, с одной стороны потребители, с другой стороны есть же поставщики, с которыми не рассчитываются, уже не рассчитываются даже те, кто может рассчитываться. Вот в чем же вопрос. То есть у нас же всех под одну гребенку. Я вот говорю об этом, вот в чем проблема. Не в том, что там санкции ввели, а в том, что эти санкции рубанут даже по тем, кто в принципе платил, но сейчас там объективно не может. А есть категория лиц, причем все поставщики их знают. То есть категория лиц, которые вообще по определению вот не плачу и не буду платить, причем не самые бедные. А иногда и обреченные властью. Вот такая моя позиция. Я начальник, как бы, и попробуйте мне что-нибудь сделать. Есть же такие персонажи? Есть. И не только в Киеве. По регионам пруд пруде. Они же местные царьки. Попробуй с ними в контры зайти. Поэтому это проблема, к которой нужно подходить очень дифференцированно. Ее надо решать. Ну, по-хорошему ее надо решать. Но начинать надо не с этого. Начинать надо с того, чтобы стабилизировать в целом систему. Сбалансировать. То есть у нас же, вот я все время говорю, смотрите, у нас ушло понятие топливно-энергетического комплекса. Помните? Как целостная система. У нас же везде, вот, любую аналитику там открывал статью ТЭК. Везде был ТЭК. Ну да, классический. Классический термин, который, там, аббревиатура, которая использовала. Все, его нет. То есть есть там своя история с электричеством, что-то там. Оператор с производителями плюс зеленая генерация, как бы, вот они что-то там вошкаются, у них постоянно увеличиваются долги. Есть газовый рынок с коммуналкой связанный, то есть там теплокоммунэнерго, облгазы, оператор. И там тоже увеличиваются долги. И там растут долги. Ребят, подожди, ну, значит, надо в филармонии что-то менять, как бы, да, потому что вот, ну, он не срастается. Вы зашли, там, рынок электроэнергии зашел с долгами, он их нарастил, там, по-моему, на 20 миллиардов или на 30 гривен увеличил. Те, которые были, плюс еще добавил. Плюс ушли, там, в состояние, там, убытков тот же самый энергоатом. Нафтогаз тоже уже показывает убытки. Мы видим за полугодие, да, как бы, за 9 месяцев. Значит, и здесь что-то, что-то функционирует не так. И при этом растут же ж цены. Нам же ж и по электроэнергии обещают цены. Вот сейчас нам выбирают, господин Витренко, получим, как бы, еще и по электроэнергии европейский уровень тарифов. Кстати, можно к Витренко, назначению Витренко вернуться? Я вот читала, конечно, что комитет сейчас не утвердил, но дело даже не в этом. Вот Витренко и Коболев, это же вот определенная, ну, если хотите, политика. Философия. Философия, которую они продвигали. Потом вот господин Витренко ушел, и сейчас он должен вернуться в кабинет министра. Означает ли это, что с ним придет эта философия, которая развивалась в Нафтогазе? Но проблема же с Нафтогазом, вот я не мне вам объяснять, какая проблема, но вот даже для меня, человека, не будучи экспертом в энергетике, очевидно же, что все же мы цены повышаем, зарплаты у Нафтогаза хорошие, премии хорошие, а Нафтогаз получается убыточный. Опять? Снова? Мы же это уже проходили. Ну вот. Так, а зачем мы вообще весь этот город городили, вот все эти годы, чем мы занимались? Ну вот, это хорошие вопросы, которые должно поставить, по большому счету, государство, правоохранительные органы, счетная палата. Ну вот, был громкий скандал, да, мы его даже, по-моему, обсуждали с Держаудитслужбой. И опять вот круги разошлись, и тишь да гладь. Ничего не происходит. Нет, безусловно, Витренко принесет эту философию. Давайте очень четко понимать. Говорит, вот у меня по поводу Кобалева и Витренко спрашивают, я говорю, слушайте, этих ребят, исходя из целей, которые перед ними были поставлены, их надо еще примировать как бы к тому, что есть. Потому что им ставили, ну там вот до последнего времени, да, когда Нафтогаз показывал там прибыль, 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 то есть она там безумными темпами росла. Им сказали собрать деньги. Они их собрали. А сейчас почему не собирают? И арбитраж выиграли. Не, ну вот Витренко ушел из Нафтогаза, он начал рассказывать, что там не так, да. Ну подожди, так ты же был, что тебе мешало? Ты же отвечал за добычу, что тебе мешало добычу развивать? То есть потом оказалось, что там, как с коронавирусным фондом, денег собрали, как бы, говоря, это освоить не смогли. И месторождение по суду потеряли в Полтавской области. Все. Причем потеряли из-за того, что они разрабатывали, а не потому, что кто-то злобный у них как бы их умыкнул. То есть по причине того, что просто они же рассказывали, что у нас нет лицензии, поэтому все так плохо. В 16-м году, если вспомнить аргументацию. Кто-то Нафтогаз рассказывал? Нам, Полтавский облсовет, не выделяет лицензии. А ничего, что Нафтогаз, это государственное предприятие, облсовет, это, ну, область, это тоже связанное с государством, и Кабинет Министров, это государство, это ничего? Выдающие лицензии, это государство, это ничего? Так вот об этом же речь. Вот у нас, так ладно, бог с вами, хорошо, если бы это действительно так было. И у вас не было других, да, как бы, ну, месторождений, где можно было работать, площадей. Были же площади, вот я же просто о чем говорю, площади были. Более того, разработка этих площадей, она позволила бы закрыть и программу 2020, и с учетом вот упавших объемов потребления, как бы там, и вопросы по импорту, то есть мы бы с вами сейчас говорили о другой философии. Мы бы, ну, по-хорошему, да, если бы нормальная, исполнительная власть была, не знаю, с вертикалью президента. О том, что у нас достаточное количество газа, которое обеспечивает, закрывает рынок, у нас нету импортного паритета, давайте будем вот формировать как-то внутреннюю цену на газ, не привязываясь, как бы, к Европе. Подумаем, как ресурсно это обеспечить, как на это влияет нафтогаз. Ну, то есть это когда государство активно включается в этот процесс и говорит, ребята, стоп, я здесь вообще стою для того, чтобы защищать интересы рядового гражданина, а не гражданина Коболева, гражданина Витренко, ну, там, не знаю. Ну, они тоже в чем-то рядовые, конечно. Нет, ну, вот, как бы, у вас, у них все хорошо, у них сильно лучше, с учетом того, так сказать, сколько вот еще Витренко и получил, да. Это, кстати, я считаю, что это, ну, очередная подстава. Сколько сто семь? Ну, там иск был на 94 миллиона гривен, то есть около 4 миллионов долларов. В общей сложности у него, как бы, вся история 8 миллионов долларов, которые он, как бы, должен получить с нафтогаза. Молодец. Государственник. Это же позиция государственника, да, сначала взять денег, а потом пойти руководить государством. Ну, он же всем рассказывал, что он такой суперменеджер, что он на низких зарплатах работать не будет. Как же ж он в Кабмин-то пойдет на первого вице? Там же ж не будет таких окладов и премий. Ну, с премией из нафтогаза можно себе это позволить. Ну, хрис, понятно. В конце концов. Ну, вы знаете, если бы я оказался, вот, честно скажу, в такой ситуации, я бы, не правильно, я бы сказал, что я оставляю это все, или там, вот, сразу транзакцию в бюджет, потому что у нас сегодня такая ситуация, когда в бюджете дефицит, у нас нехватка, как бы, денег на выплату медикам, у нас нехватка денег на выплату субсидий, если бы я позиционировал себя как государственный деятель. Если бы у меня было государственное мышление. Даже с пиаровской точки зрения. Даже если он так не думает. А он позиционирует себя как государственный деятель? Ну, подождите, а... Я как-то вот это извыпала из моего... А какого ты тогда прешься на первого вице-премьера? То есть, поэтому, принесет ли он философию, как бы, того, что нужно драть дальше в три шкуры, да, принесет. В интересах той или иной финансово-промышленной группы. Ну, подождите, мы же опять оказались в той же самой истории. Мы уже пятый раз вступаем в ту же самую реку. Бег пограбля. Когда нафтогаз опять убыточный. И что мы... Опять поднимем тарифы? Не, ну, надо сказать... Мы снова должны помочь нафтогазу? Всей страной? Не, так тарифы же поднимали. Цены поднимали. Цены на газ поднимали, потому что не хватало на добычу. Добыча, как показала практика, в 16-17 году, они саккумулировали 49 миллиардов гривен. 2 миллиарда долларов. Это вот выше... То есть, все спецы, добычники, да, вот, я говорю, деды старые, которые собаку съели на этой добыче по 25-30 лет в отрасли, да. Мне говорят, этих денег еще и оставалось, да. Ну, то есть, если бы их освоили, мы бы решили ресурсную... Я же вот еще раз по кругу пройдемся. Мы бы решили ресурсную проблему с добычей собственного газа, с обеспечением собственных потребителей. И на промышленность бы хватило еще. Нам бы хватило вообще газа своего? Ну, давайте, 32 миллиарда баланс. Мы добываем государственная добыча 15, плюс 5 частная добыча. У нас 12 миллиардов на промышленности, да, вот, как бы, не баланс. Давайте представим себе 20 миллиардов, как бы, добыча собственного газа государственного, плюс 5, а я думаю, что при желании... Да, 25. ...государство могло там и поддавить частников. То есть, 27, и у вас остается не баланс 5, который вам нужно закупить. Плюс у вас, как бы, бизнес прекрасный в Укртрансгазе, где он хранит транзитный газ в хранилищах. Вы можете договариваться с трейдерами. То есть, у вас есть подушка безопасности, это что, когда мы говорили, а глобально, да, Украина как подушка безопасности с хранилищами. Прекрасно, у вас есть ресурс. Ваша задача правильно им распорядиться, перенаправить, ну, то есть, и соответствующим образом осметить. Все. Вот, как бы, это то, что должно было быть сделано, это же красивые, там, презентации в 16-м году, НАК выставлял. То, что должно было сделать, и в том числе и должно было быть сделано господином Ветренко. И не было сделано. Ну, все. Поэтому, возвращаемся к прогнозам. Логика решения долговых проблем, это, кстати, облогазы пошли, когда подали на НКР по тарифам уже на распределить, что мы берем вот эту вот всю долговую проблему и запихиваем ее в тариф. Ну, благо, у НКР хватило, как бы, мол, не, ребята, стоп, вот там в парламенте есть 38-201, мы об этом тоже говорили, вот по нему, как бы, решаете долговую проблему, это внутрирыночная, это без потребителей, между игроками. Поэтому в тариф это не засовываем, да, как бы, берем морозные коэффициенты, берем зарплату, о которой вы говорите, которая действительно ниже, вот, соответственно, мы увидим там с января месяца другой уровень тарифов, чем был заявлен, ну, представлен НКР и КП, ниже, чем те хотелки, которые ниже, ниже, там будет ниже. Ну, хоть по разу. Не-не-не, вот это хорошая. А то мы так уже напряглись просто. Не-не-не, это хорошая новость, она будет ниже, потому что долговую проблему переложили на Верховную Раду, как Верховная Рада будет решать, не знаю, ну, Герус пока занимается, занимался Витренко даже на карантине. Вот, ему не до того было, потому что этот закон в комитете уже, наверное, месяца 4, если не больше. В принципе, он расшивал эту историю. Вот этот вопрос, да. Долги энергорынка, тоже НКР, не знаю, как бы, готовы ли они подтвердить свою позицию, в апреле говорили как раз о необходимости роста цен для населения. То есть, лайт вариант, это убрать льготные 100 киловатт по 90 копеек, поднять их до гривны 68, хард вариант. То есть, это даже вот все пенсионеры, которые экономят каждую копеечку, они же первые попадут. чтобы вместиться в эти 100 киловатт. Я вот, если выезжаешь из Киев, в деревнях маленьких, это очень же читается, они себе лишний раз лампу не включат, и даже этого их уже лишат. Так это называется энергетическая бедность. Лишний раз котел не включить, там, чтобы газ не полить, там, свет не включить, чтобы электричество как бы сэкономить. Это называется энергетической бедностью. Евросоюз по этому поводу не просто создал, так сказать, цельную структуру, а еще и директиву принял по борьбе с энергетической бедностью, которые, кстати, привели внедрение вот этих энергопакетов. То есть, они с этим борются, а мы это называем благом. Вот к вопросу европейской бедности. Да, и вы абсолютно правы, это ударит по малозащищенным, потому что слоям населения, потому что они как раз и по ним ударят, у них средний чек, с учетом того, что 100 киловатт льготных, 100 киловатт, иногда и вкладывается, ну, кто не вкладывается, ну, семья, допустим, да, там, до 200, да, там, 150, 107, до 200. У них с учетом вот этих льготных 100 киловатт выходил средний чек ниже, чем гривна 68 за киловатт. А сейчас, ну, как с газом было. Кстати, о философии. О философии господина Витренко. Нам, когда, помните, поднимали цену на газ, рассказывали про дворцы, пароходы, бассейны, значит, вот. Так вот, я хочу вам сказать, что те, у кого там дворцы, пароходы, бассейны, они платили как раз по европейскому, по европейским ценам, даже выше. То есть, по цене, по которой импортировала Украина. Потому что, помните, дифференциация, до 2,5 тысяч, там, выше, до 6 и выше 6. Так вот, если вы потребляли больше 6 тысяч кубов, вы не платили 2,5, там, по минималке, а все остальное, нет. Вы за все, за весь объем, вы платили, как бы, вот, свой тарифище, да. А так получилось, то есть, рассказывали, как это поможет бедным. А так получилось, парадоксальная ситуация, когда бедных подтянули, так сказать, платить до уровня богатых. Но рассказали с точностью, да наоборот, что мы, так сказать, боремся с олигархатом. Вот таким вот, вот таким вот образом. Сейчас, вот, в логике повышения цен на электроэнергию будет то же самое. То есть, будут рассказывать, это же все платят вот эти богатые, да, 100 киловатт. Ну, я вам могу сказать, по собственному обыту, в частном доме вы не уложитесь в 200 киловатт. Ну, конечно, да. И в 500, которые, как бы, считают тоже, потому что у кого-то есть электрическое отопление, у вас есть бойлер, у вас, естественно, освещение больше. То есть, так или иначе, вы вылазите за эти пределы. Поэтому вот эти 100 киловатт для людей, у которых есть возможность платить, она не критична. А вот для пенсионеров, для обычных семей, для них это будет критично. Но, как казалось бы, по подсчетам той же НКРКП, которые были проведены еще в апреле месяце, когда заседал кризисный штаб, они посчитали, что финансовый поток 8 миллиардов гривен. Дополнительно можно получить, вот за счет, так сказать, вытягивания еще одной жилы из украинца. А дальше на знамена поднимут вопрос повышения до 2-2,5 гривен за киловатт в час. Два маленьких вопроса. Первое. Мы покупаем газ из России напрямую или по реверсу? Нет, у нас нет контракта. А что с газом? Откуда газ Украина? Это просто очень важный момент, потому что мы же долгое время рассказывали реверс, реверс, потом, я так понимаю, в результате суда у нас там что-то поменялось. Вот сейчас у нас есть какая-то проблема? Нет, заходят реверсом. Ну, то есть история была вот как бы годичной, двухгодичной давности, когда Медведчук с Бойко ездили в Москву, они встречались там с Путиным, с Миллером, и шел разговор о возможности подписания прямых контрактов. Это, по-моему, еще... Я не помню, при Зеленском это было или раньше, еще при Порошенко. А вот никакой реакции не произошло. То есть это чисто политическое решение, как бы, и попытка украинских игроков выйти на закупки российского газа ничем не заканчивается, потому что Россия стоит в позе, ну, для нее это политический вопрос ключевой, и они предлагают еще и премии к европейской цене. Поэтому нам сейчас реверсом выгоднее покупать, чем покупать, ну, по крайней мере, на тех условиях, которые предлагает Россия. Неофициально. Да, то есть официальных же переговоров там на уровне межгосударственных не было. И еще, Валентин, может быть, я неправильно, может быть, некорректно вы меня подправите. Вот смотрите, мы сейчас привязали все наши рынки к ценам, которые там в Европе допустим, да? Но на секундочку давайте себе представим, это очень легко сделать, что в Украине очень сложная ситуация экономическая, что люди не могут платить, предприятия разоряются. Это куча всяких объяснений, это и так понятно и видно. Скажите, пожалуйста, могли бы мы сейчас, учитывая такую сложную ситуацию, позволить себе на какой-то период отойти от этих условий? Это для нас проблематично или нет? Что для этого нужно сделать? Достаточно ли это только решение Кабинета министров? И как-то это будет принято в мире? Или последуют какие-то санкции штрафные, которые потом будет очень сложно преодолевать? Вот можно ли здесь как-то попытаться играть и отойти немножко от этих правил? Ну, это, во-первых, это возвращение контроля над нафтогазом. Ну, естественно, это сразу конфликт, потому что мы видим, МВФ как бы требовал через меморандум. Так называемый, не знаю, я читал правила ОСР, как бы вот эти вот корпоративного управления, там ничего про независимые наобсоветы не сказано. Ну, то есть, что это должны быть иностранцы. То есть, там говорится просто о системе, об алгоритмах принятия решения, алгоритма отчетности, но там ничего нету, там не повлияет государство, не влияет государство. Государство – стопроцентный акционер. Нам же все это подавалось под соусом. Вот политические давления приводят в убытки. Ну, хорошо, нету политического давления, она к ней подконтрольна. Чего он в убытках? Ну, вот один из вопросов. Вот да. Поэтому возвращение контроля. То есть, включение государства в этот процесс. Ну, то есть, самое минимальное, что можно сделать, это уже выровнять цены на газ для населения, там, чуть ли не со следующего месяца, если использовать украинский ресурс с минимальной маржинальной наценкой. Ну, и газ же в хранилищах у нас по нормальной цене закачан. Ну, газ в хранилищах, они же закачали его еще в 2019 году. Вот убытки оттуда. Кстати, вот тот же Витренко, он абсолютно верно это говорил. Он считать умеет. Вот что он умеет, так это считать. Газ был закуплен там по условным 200 долларам, да, он пролежал, как бы, а цена потом шлепнулась там на уровень 100 и даже ниже. И вот эта разница, она вылазит сейчас под документом, потому что газ-то был дороже. Но вам ничего не мешало летом закачать дешевый газ, сделать, ну, то есть сместить чуть вот эту вот общую сумму, да, стоимость тысячи кубов чуть-чуть ужать, и вы могли продавать. То есть может нафтогаз сейчас продавать, может балансировать, может поставлять газ там тем же самым облгазом, да, то есть регионом. Ну, у нас же типа конкуренция, вот, дико. Платят потребители, к сожалению. Ну, то есть государство должно было взять контроль, ну, то есть отойти от этой идиотской идеи свободного рынка. Свободный рынок возможен тогда, когда у вас есть платежеспособный потребитель. Вот у вас там у большинства населения денег, что у дурного фантика девать некуда, вот куда бы заплатить. Ну, то есть мы понимаем, да, если без шутки, то что уровень доходов возрастает. Это проходили все постсоветские страны. Мы не придумали никакого ноу-хау, но с одним моментом, если мы, допустим, возьмем, я когда-то интересовался этим вопросом, рост тарифов и ценных энергоносителей, который происходил, например, в Российской Федерации, он был сопоставим с ростом доходов. То есть там не было такого, что сначала вам задирают цены, а потом начинают подтягивать доходы. Оно шло, вот процесс был параллельный. Вот то же самое должно было происходить и здесь. Тогда бы не было вот этого безумного долгового момента. Это контроль со стороны государства. То есть это выстраивание системы. То есть вот этот вот бардак, который накрутили в пользу, те в пользу, не знаю, Ахметова, те в пользу Коломойского, и вот там в пользу Фирташа, и вот такой вот клубок накрутили. То есть на это должен прийти человек, который будет принимать решение, посадив заинтересованные стороны, даже противоборствующие между собой, для поиска компромисса. То есть начинать вообще в целом, ну нельзя решить проблему, там не знаю, условно энергетического рынка, не решив проблему в целом по стране. А в целом проблема по стране, у вас нет консенсуса элит. То есть у вас элиты заточены исключительно на грабеж. Ну в плохом смысле этого слова. То есть на максимизацию, дальнейшую максимизацию прибыли, без учета того, что дальше будет с этим государством. Поэтому, ну то есть это должен быть другой лидер. Ну вот не хочу обидеть Владимира Александровича, но не посадит он за один стол, там Ахметова, Коломойского, Фирташа, не знаю, Пинчука. Не сможет он отгавкаться там от Соросовского ведроджиня. Там не сможет он прижать вот эти все НКО, которые называются Соросятами. Ну вот нет у него для этого. Ну вот он другой. Не значит, что он не хочет там хорошего Украине, что он плохой человек, ничего подобного. Но у него набор его качеств и характеристик не позволяет ему вот провести вот эти... Это очень жесткие вещи. Это человек, который хоронит себя политически. То есть о нем, может быть, хорошо вспомнят потомки. Но для современников он будет полностью негативным персонажем. Потому что это будут крайне непопулярные меры. Но они затронут всех. Это не понравится никому. То есть у него не будет сторонников. Вот к этому он должен. Потому что его будут очернять, его будут дискредитировать. Но мы же понимаем, что такое запустить медийную машину для Запада. Папуринского можно, собственно говоря, о чикатиле представить. Поэтому никакие... Вот это должен быть такой человек. Тогда мы с вами можем говорить о том, что в каком-то там обозримом периоде времени, причем это там не десятилетие, в течение двух-трех лет ситуация может быть стабилизирована. То есть если вы как бы начинаете понимать, закладываете вот эти вот основы, которые позволяют и расти доходом, и стабилизировать тарифы, и дальше, 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 то есть по цепочкам, то есть как-то страну приводить более-менее приличный вид. Потому что то, что происходит сейчас, ну вот это вам объяснение, почему нам не доверяют там те же самые европейцы. Они к такому не привыкли. Поэтому, к сожалению, почему у меня не позитивный прогноз, я пока не вижу человека, который был бы готов положить себя, это вот квитринга, да, на алтарь государства. Понимаю, что он приносит жертву в пользу, так сказать, людей, которые остались здесь жить и которые поверили там или поверят в него. Я не вижу пока такого человека. А поверьте мне, что если такой человек найдется, то проблем у Украины там с займами, финансами, кредитами, вот не будет от слова совсем. Но для этого Украина должна для начала четко спозиционировать себя как государство, как страна, где, что и как. То есть избавиться от тех мифов, которые активно насаждаются последние там несколько лет. Подходить прагматично к текущей ситуации. Потому что в противном случае, ну то есть не получится у нас страны розовых пони и радужных мостов. Валентин Землянский был сегодня у нас в гостях, за что мы его очень признательны. Спасибо огромное, Валентин, были рады вас видеть. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другу и партнеру, медицинскому центру призма. Оставайтесь с нами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова